Здравствуйте, подписчики канала и все, кто интересуется лекарствами и грибами. Сегодня мы продолжим с вами ознакомление с лекарственным грибом ксилария длинноногая. И я предлагаю вашему вниманию краткий обзор научных публикаций, посвященные ее противораковой активности. Для того, чтобы посмотреть другие ролики, посвященные данному грибу, необходимо, находясь на моем канале в YouTube, воспользоваться плейлистом ксилария длинноногая или найти их на авторском канале в Одноклассниках. Текстовое сопровождение публикации со ссылками на работу вы можете найти непосредственно по данным роликам. Итак, Вэнь Сюан Ван и соавторы, представляющие Южно-Центральный университет национальности Ухань, Китай, опубликовали работу «Цитотоксические цитохалозаны гриба ксилария длинноногая». Сообщается, что 5 новых цитохалозанов 1-5 были выделены из гриба ксилария длинноногая наряду с семью известными соединениями. Это цитохалозином R6, цитохалозином D7, зигаспорином D8, 7-о-ацетилтохалозином D910, 6-7-дигидро-7-окситочазалалин С11 и 6-7-дигидро-7-оксодиалоцетилинотахалозин С12. Цитотоксичность полученных соединений с 1 по 12 оценивали в отношении линии раковых клеток человека. Это следующая линия. ХЛ-60 – это лейкоз человека, А549 – адекарцинома лёгкого, СМСЦ-7721 – гепатокарцинома человека, МСФИ-7 – инвазивная адекарцинома протоков молочной железы человека, СВ-480 – аденокарцинома толстой кишки человека. При этом соединения 6-8, 11 и 12 проявляли цитотоксичность со значением АЭЦ-50 диапазионный 4,17-37-18 МКМ, то есть проявляли активность в отношении всех вышеуказанных раковых линий. Далее. Китиван Срисукай и соавторы, представляющие университет Хон Каен и университет Маха Саракма, Таиланд, опубликовали работу «Антипрофилеративные поликетиды гриба ксилария длиноногая в различных питательных средах». Сообщается, что биоактивные соединения древесного гриба ксилария длиноногая были проанализированы в различных питательных средах. Были определены поликетиды, включая дибензофуран-1, милиин-2, дигидроизокомарин-15, 2 пирана-16-17, а также 23 соединения. Соединения за номерами 18 и 20 были значительно токсичными в отношении линий раковых клеток. Это следующие линии. ХСТ-116 – клеточная линия рака толстой кишки человека. ХТ-29 – колоректальная карцинома человека. МСФИ-7 – адекарцинома протоков молочной железы человека. ХЕЛО – клетки опухоли шейки матки. Следующая работа. Зин Ли и соавторы, представляющие Центральный Южный Университет и Океанский Университет Китая, опубликовали работу «Лангипон-А. Уникальный трициклический поликетит. Гриба ксилария длиноногая». Сообщается, что «Лангипон-А. Номер один. Новый поликетит, содержащий структуру ядра тетрагидроанцентра цена, был выделен в результате жидкой ферментации гриба ксилария длиноногая. Это соединение проявляло умеренную цитотоксичность в размере АЭЦ 50-10-3-35 МКМ в отношении линий раковых клеток человека. Это следующая линия. ХЛ-60 лейкоз человека, А549 адекарцинома лёгкого, МСФИ-7 адекарцинома протоков молочной железы человека и СВ-480 аденокарцинома толстой кишки человека. На сегодня у меня всё. В следующей публикации, посвященной данному грибу, вы узнаете о его антиоксидантной, противомикробной и нейропротекторной активностях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok